страха в реальности нет страх живет в одном закоулке в наших мыслях о будущем страх это плод нашего воображения он заставляет нас бояться того чего нет и вероятно не будет никогда будет и страх и все остальное будет потому что сегодня тест-драйв а давидовича ford 850 давайте по порядку как вы думаете в каком состоянии нужно быть чтобы купить вот это я посмотрел везде я полазил в интернете не нашел информации про автомобиль ford 850 1960 нового года выпуска поэтому я не знаю какой тут двигатель не знаю как эту трансмиссию знаю только одно что это большая олдскульная пожарная машина прикольная веселая дело в том что поездить на обычном грузовике это комфортное мероприятие вот поездить на такой телеге мне интересно очень интересно как она себя ведет на дороге очень интересно как она разгоняется какая у него проходимость ну и в принципе предлагаю пройти вокруг нее и посмотреть пойдем но история эта машина такая у машины пробег 16 тысяч километров она практически новая несмотря на то что она 67 года дело в том что она работала в небольшом американском городке и чего-то может быть даже и тушила какие-то пожары она старая но с минимальным пробегом поэтому не очень хорошо работает двигатель у нее не работают мигалки к сожалению здесь очень много всяких разных интересных отсеков здесь наверно эконом класс я не понимаю на этой машине сверху ездили а пожарные или снизу я например не вкусно здесь эконом класс тут аккумулятор теперь вы знаете где аккумулятор в ford 850 67 здесь идет один гидрант 2 гидрант типу все просто закрыто открыто закрыто открыто и все видимо там создается давление здесь очень большой багажник он цельный вот это то же самое то есть там ящик открывается тут ящик открывается мне кажется тимон был не пьян мне кажется он обкуренными потому что только обду то можно купить такую машину причем стоимость доставки этой машины из того штата из которого не привезли стоило дороже чем вся эта машина здесь видимо должны располагаться лестница которая наверное благополучно уже куда-то сперли здесь много чего интересно давайте разберемся открытие 1 открытие 2 открытие 3 открытие 4 короче эта тачка стояла в этом американском городе на каком-то пьедестале ну как реклама просто а кстати вот здесь на датчике показывают что здесь по-моему есть вода правда это или нет там очень много внутри крутых каких-то механизмов панель свет на панели вот это тоже не знаю что такое вот со всеми красивыми старыми на машинами всегда такси путь ты слышишь и все-таки видит пожарную машинку но испытывает не тот кто просто увидит о испытывает тот кто на ней едет поэтому я не буду долго выпендриваться просто поеду привет дедушка гран-чероке нихера си как интересно тихо тихо четкий завелся видео с пол . с богом большая американская красного цвета для того чтобы понять какого хера американские тачки не рулится поездите на этом замечательном автомобиле вот это весело есть игра такая сплиттер ну как то там чего то там тайрос по моему грузовики низ за тут под такому говну пацаны я конечно твою которую не играл она на маке устанавливается него но я его поеду как Пахнет горохом, горохом пахнет от меня, и горохом пахнет немного от тех, кто со мной едет по этой дороге. Дорогу эта штука не держит, она не рулится, на ней можно попасть в какой-нибудь геморрой, она очень жесткая, плохая информативность руля. За правку мы не поездим, я не могу понять, она комфортная, не комфортная, я вообще не понимаю, кто я, что я здесь делаю и зачем я на этой машине здесь еду. Ну, просто хочу почувствовать себя, как чувствовали пожарники себя в 60-70-е годы. Ребята, это жесть, так никакой пожар не покушаешь. Вот мы едем сейчас примерно 50 км в час. Опасное ощущение. Привет. Вы знаете, в этом тест-драйве бестолку что-либо говорить, надо просто получать удовольствие от этой тачки. Очень прикольная штука. О, крути, крути. Ну-ка, давай по путям, пойдёмся на всех парсах. Держитесь. Вау! Первый ролик. Провода, провода. Пронесло. Ты чё, блядь, сука, тупая, дебил, тупая. Иди в путь себе по сигнале, ёпта. Блядь. Читого, 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 ч все прикольно весело интригующе но не мое впечатлений масса тяжелый местами руль хорошая проходимость она очень тяжелая я есть честно не представляю как ездили остальные автомобили в шестьдесят седьмом в семидесятых годах но как ездит эта тачка я теперь понимаю на самом деле тут есть один очень интересный ящик которым есть одна очень интересная коробочка и в этой очень интересной коробочке есть очень интересная информация вы даже не представляете какая и насколько эта информация крутая последний раз она была в сервисе 11 февраля 1977 года смотрите ford всеми седьмом году уже как качественно все было сделано представляете карточка такая с наклеенным номером мина каждый раз когда эта машина проходила т.о. по той или иной позиции воздушный фильтр тормоза сцепление таким образом выглядело годовое обслуживание то есть проставляли галочки напротив каждого действия в каждый месяц о вот фотки вот видите какие еще американские варианты были автомобилей а вот он наш красавчик смотрите у нашего написано 800 а есть еще тысячный называется сабурбан 1000 вот он синего цвета сотрудник джонсон из fire департамента со своим другом джобом курили в патруль курили в пожарном автомобиле в связи с чем раскаиваются понимает что они очень виноваты и впредь обещает больше так не делать прикольно было бы если бы вы покупали автомобиля у него была бы такая история курили значит да в этой книженции написано что здесь 13 литров в 8 1000 крутящий момент и 350 лошадиных сил я думаю если ford focus это поставить она очень хорошо поедет вы представляете какой огромный опыт у компании ford в автомобиле строения просто безумно но в принципе ничего сложного тут все давай закроем эту принцессу финал очка я не знаю в каком объебосе нужно быть чтобы купить этот автомобиль и привезти его на территорию российской федерации я не знаю какой клиент и в каком состоянии купит эту машину я не знаю где на этой машине ездить чё знал рассказал такой-то здрав всем пока с вами был я давид новый день я вам покажу а я не знаю я вы я вы Продолжение следует...